Посещаемость мессы низка, как никогда. Но если прихожане услышат, что католическая церковь прикольная, они вернутся и даже приведут друзей. Один момент. Надо заполнить скамьи. Вот в чем штука. И побольше детей. Привязать их с молоду. Прямо как в табачной индустрии. Боже, нам вот такие же цифры. Спасибо, что согласились принять нас, Ваше Преосвященство. Мы с друзьями ехали всю ночь, чтобы успеть поговорить с вами о завтрашнем повторном освящении церкви. Вы хотите предложить нам пожертвования? Пожалуйста, отменить эту церемонию. Простите, не понял. Если церемония состоится, как объявлено, будет большая беда. Так вы сторонники абортов? Нет, нет. Опасность не в нас. Опасны опальные ангелы, низверженные еще до исхода. Ну, эти парни считают, что они ангелы. Да, падре, дело такое. Они надеются, пройдя через вашу арку, оказаться на небе. Поэтому я должен отменить церемонию. Верно? Кто вас послал? Нас послал тот, который аз есмь. Лихо. Очень лихо. Ну, довольно, детки. Позабавились и хватит. Не Моисей. Не встревай. Уходите. Ваше преосвященство, это не шутки. Серьезно, мужик, твоя затея – большая ошибка. Католическая церковь не ошибается. Да? А молчаливое благословение работорговли? А политика невмешательства в годы Холокоста? Ладно, ошибки были. Но нынешняя святая церковь не несет ответственности за былые просчеты и ляпы. Я не принадлежу себе. Моего внимания ждут весьма важные дела. Так что, если позволите... Но ведь завтра... Завтра все пройдет отлично. Вы меня поняли? И ни вы, ни кто ли вы иной, кроме Господа Всеблагого, не помешает церемонии пройти без сучка, без задоринки.